надежда надежда вот что будет и если россия проиграет войне вот с украиной вот на ваш взгляд я надеюсь что все хорошо что россия у нас большая и она победит и все будет как говорится наладится как было старинами времена потому что мы всегда были дружны с украиной я никой вообще не при каких обстоятельствах не вижу этот вариант поэтому я даже не буду отвечать да не может она победить но я об этом очень задумывалось потому что украина не может победить тут ядерную державу победить нельзя это это раз то есть вероятность нулевая нулевая абсолютно а вот если россия победит какие будут последствия для вообще мира может быть исключительно положительно будут понимать что россия может отстаивать россия борется за право и дело она может отстоять свои интересы своих соотечественников и потом россия адекварирует что мы боимся за более справедливый мировой порядок ничего не произойдет украину не победит верхушка украины заигралась они почему-то жили еще такими нарративами советского союза представляли что они большие молча на самом деле вот час москве метро провалилась и нет денег чтобы заплатить не может вообще не может даже абсолютно нет то есть даже не это глупость вообще никаким абсолютно но смыть а я спрашиваю людей сейчас мне говорят их там поддерживают западные страны не будет западу нужны только наше то что в земле у нас богатство а лишние люди не нужны и мы россияне не нужны вот они вообще нас за людей не считают мнение не только за нашу армию да нет украина не победит нет уверен потому что они них люди не подготовлены они воевать не желает за что воевать вот говорят они там за родину воюют за какую родину она потерянная все такого не будет и им надо сдаться и идти к нами спросить прощения и приходить к одному единому мнению то есть сдаться им надо ну конечно на наших условиях а больше никаких вариантов нет а какие условия вот мирные соглашения когда были когда территории люди к россии от а на ваш взгляд насколько вот какая вероятность еще что победит насколько это вероятно но я слышал что сша перестанут их спонсировать в таком размере значит скорее всего у них ресурсы будут иссякать это будет просто так скажем такая затяжная возня с тем чтобы их вымотать вот и скорее всего к этому и придет ну и в общем-то я не думаю что высокая вероятность что украина что-то сможет то есть россия точно победит установить русским на все стопроцентно русский метод будет в украине я думаю да это запорожская область одесская потом лнр днр как гражданин россии я считаю что необходимо чтобы мы достигли своих целей чтобы военный конфликт закончился а какие цели потому что у нас постоянно не меняются там президент разные озвучил вот вы какие вы для себя выделили цели я считаю что цели чтобы украина перестала претендовать на эти спорные территории нато перестала двигать свои границы к нам ну присоединить мы хотим как мы канул говорю присоединить кого мы там хотели присоединить освободить они смотрели как живут наши регионы и я сам не хочу говорить вот и они ну я бы тоже присоединился к полякам которые как люди живут ближе вряд ли украине удастся удержаться так как военные силы украины слабы по сравнению с россией я понимаю что примеру тот же крым сочи что там забрали точнее отошло в россии их уже украина вряд ли вернет но по факту пока дальнейших разрушений не пошло лучше мирно конечно решить этот вопрос если у диктатора хватает короче ума но против себя тупо собрать все страны передовые ну говорю гитлер также сделал наполеон и в итоге он и проиграл не против там одной же а против коалиции как вот ну и также смысле ну ресурсов больше как я слышал что эти ресурсы сложно использовать потому что там у них демократия при автократии легче ну как бы ты один как царь сказал вот но рано или поздно все равно я думаю что это же в долгосрочку а у нас уже яйца там и все остальное силой навряд ли украинцы выиграют скорее всего а вот смута больше вот мне кажется ну просто люди от голода завоют рано или поздно